Продажа Армении российских ракет Искандер-М противоречит международным нормам и режиму контроля за ракетной технологией. Об этом в беседе с «Калибр АЗ» заявил заместитель директора Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самус, комментируя обнаружение обломков ракет Искандер-М в Карабахе и всплывшую статью трехлетней давности в газете «Коммерсант». Как отмечалось в публикации издания, в 2016 году Армения получила от России дивизион оперативно-тактических комплексов Искандер-М с ракетами 9М723. Такая же маркировка была обнаружена на обломках Искандеров в городе Шуша. Далее цитата из публикации «Коммерсанта». «Даюра» это нарушает договор о распространении ракетных технологий, поскольку дальность поражения цели у этих ракет превышает 300 километров, признается собеседник в сфере ВТС. В Москве на такой шаг пошли вынужденно. Оперативно-тактические комплексы были срочно нужны Армении для поддержания военного паритета с Азербайджаном, обладающего куда большим арсеналом наступательного оружия. На создание же экспортной модификации Искандера-Э, не подпадающего под ограничение, требовалось время, которого в случае решения Баку атаковать армянские позиции в Карабахе не было. Отметим, что режим контроля за ракетной технологией был создан в 1987 году. С 1995 года в нем участвует и Россия. Как отметил Михаил Самусь, по режим контроля за ракетной технологией запрещена передача другим странам ракет с дальностью полета больше 300 км. Экспортный вариант обычно делают с дальностью примерно в 280 км. До того, как развалился договор о ракетах средней и меньшей дальности, нельзя было производить ракеты с дальностью свыше 500 км. Сейчас это ограничение снято и для себя можно создавать ракеты в любой дальности. Но продавать можно только с ограничением в 300 км. Если действительно будет подтверждено, что Россия передала Армении ракеты не экспортного, а внутреннего варианта, то это однозначное нарушение международных требований по экспортному контролю, которое подразумевает наказание в виде санкций, подчеркнул наш собеседник. А какая международная структура занимается этим вопросом? Кто может или должен вводить санкции? В принципе, это ООН. Вопрос рассматривается в специализированных комитетах. Уже упоминавшийся режим контроля за ракетной технологией – неформальная в принципе организация. Участники которой 35 стран договорились о нераспространении ракетных технологий. Конечно, есть много вопросов к тому, кто может наказать за нарушение соглашения договора о распространении ракетных технологий. Система международного права настолько слаба, импотентна, что позволяет, например, России аннексировать Крыл. Но, возвращаясь к теме, подтвержденный факт передачи Искандеров М-Армении – нарушение режима контроля за ракетными технологиями. В Азербайджане есть части ракет, которые относятся к неэкспортному варианту. Это нужно выносить на заседание распространения ракетных технологий, подключать ОБСЕ, демонстрировать эти обломки. Россия должна или предоставить доказательства того, что такие ракеты не передавались Армении, или понести наказание. Да и вообще, одно дело, когда ракеты были поставлены, и уже другое дело, когда их применили в конфликте. Это еще большее нарушение.